На канале РТВ и Международной новости в информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! Щит Ефрата, нарушение суверенитета. Дамаск обратился в ООН с просьбой подействовать на Анкару, чтобы она прекратила агрессию. Речь идет о турецкой операции на территории Арабской Республики. У правительства Эрдогана свои условия. Курды должны отойти за Ефрат. Если этого не произойдет, то отрядам пешмерги придется испытать на себе всю мощь турецкой военной машины. При этом Анкара отвергает обвинения, согласно которым в ходе операции ВВС Турции наносили удары по гражданскому населению. Мой коллега Владимир Ланян следит за развитием событий. Курдские силы народной самообороны должны уйти на восточный берег Ефрата. Ультиматум озвучил глава МИД Турции на пресс-конференции по итогам встречи с американскими сенаторами. По словам Мевлюта Чаву Шоглу, одной из причин категоричной позиции Анкары является факт этнических чисток со стороны бойцов пешмерги. Целью занять территории, на которых проживают арабы. При этом Чаву Шоглу отметил, основной задачей участников начатой 24 августа операции остается очистка региона от террористов. «Мы давно говорим, что действий только авиации недостаточно, нужны наземные операции. Если бы раньше хотя бы 5-6 стран объединились для этого, ИГИЛ уже бы не было ни в Сирии, ни в Ираке. Что касается Курдских сил народной самообороны, эта организация хочет занять территорию и проводит этнические чистки на севере Сирии. Поэтому СНС, рабочую партию Курдистана, другие курдские группировки беспокоят эту операцию. Курды должны срочно отойти к востоку от Ефрата. Если этого не произойдет, СНС станет нашей целью». Эксперты напоминают, операция в Джараблусе – первая для наземных подразделений Турции в Сирии с февраля 2015 года. Тогда турецкие командос переместили в безопасное место гробницу Сулеймана Шаха, основателя династии правителя Османской империи. Помимо этого, щит Ефрата – своеобразная проверка армии после попытки госпереворота. Президенту Эрдогану сейчас необходимо понять, насколько вооруженные силы сохранили боеспособность после грандиозной чистки. Очевидно, Эрдоган пытается одним выстрелом убить сразу нескольких зайцев. Если раньше среди целей вторжения фигурировали террористы, то теперь к ним добавили курдов. Впрочем, турецкие власти давно провели знак равенства между боевиками ИГИЛ и курдскими силами народной самообороны. «Мы будем оказывать всяческую поддержку усилиям по очищению Сирии и Ирака от ИГИЛ. Именно поэтому мы вошли в Джараблус. Но мы не будем избегать ответственности в других регионах, если это будет необходимо. У нас есть решимость уничтожить курдских сепаратистов в Сирии. Наша борьба будет продолжаться, пока мы не искореним эту террористическую организацию». Наблюдатели уверены, искоренение стало возможным благодаря договоренностям между Анкарой и Москвой. По словам военных экспертов, территория Джараблуса, расположенного недалеко от Алеппо, прикрывается зенитно-ракетными комплексами С-400, размещенными на базе Хмеймим. Так что без согласия России турецкие ВВС вряд ли бы осмелились появиться в сирийском небе, учитывая прошлогодний инцидент Су-24. В любом случае заключают аналитики на лицо изменения политики Турции в регионе. Анкара перешла к агрессивным действиям, найдя новые точки соприкосновения как с Москвой, так и с Вашингтоном. И развитие операции в Джараблусе покажет, каким будет новый расклад сил в сирийском котле. Владимир Унанянц, РТВА. Владимир Путин не поедет в Турцию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России не намерен отправляться в Антальгию, где в конце месяца пройдет товарищеский матч по футболу между сборными двух стран. Как пояснил Песков, Владимир Владимирович будет болеть дистанционно. Ранее СМИ сообщали о возможной встрече Путина и Эрдогана. Она стала бы второй после исторического визита турецкого лидера в Санкт-Петербург 9 августа и начала налаживания отношений между Москвой и Анкарой. Они, напомню, были испорчены в ноябре прошлого года, после того, как турецкие ВВС сбили в районе сирийской границы российский бомбардировщик. Бельгийская полиция задержала подозреваемых в подготовке взрыва у Института криминалистики и криминологии в Брюсселе. Инцидент произошел минувшей ночью. Группа людей на автомобиле сначала протаранила в ворота учреждения, а затем привела в действие бомбу рядом с лабораторией. После взрыва произошел небольшой пожар. Поскольку в соль позднее время в здании не было людей, никто не пострадал. Теперь под подозрением пять человек. Они допрашиваются. По предварительной версии, преступники хотели уничтожить определенные документы. Террористический след в бельгийской прокуратуре исключили, заявив, что атака на Институт криминалистики носит криминальный характер. Евросоюз повел себя безответственно в ответ на миграционный кризис, так считает глава МИД Польши Витольд Ващиковский. На встрече со своими коллегами из Германии и Франции, участницами так называемого Веймарского треугольника, польский министр обрушился с критикой на Еврокомиссию. По словам дипломата, Брюссель лишь обострил проблемы, вызванные беспрецедентным наплывом нелегальных мигрантов, вместо того, чтобы предложить реальные решения. Ващиковский считает, что ЕС пошел на подспешные и непродуманные шаги. Польша долгие годы несет ответственность за безопасность восточных границ Евросоюза. И несмотря на наплыв переселенцев с Кавказа и беженцев из Украины, мы никогда не просили Брюсселя помощи, понимая, что удар надо держать всем равномерно. Однако в прошлом году выяснилось, что в вопросах миграции Европа ведет политику двойных стандартов, и разные страны имеют разные статусы. На фоне катастрофической волны мигрантов, несоблюдение законов о предоставлении убежища стало втихаря принятой нормой. А шаги Еврокомиссии были поспешными, опрометчивыми и безответственными. В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о преимуществах Евросоюза. Главный дипломат Германии хоть и признал, что содружество должно стать более гибким, но подчеркнул, Европа должна сохранять единство. Ну что же, это были и все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на RTVI у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова